Десногорск А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленской области завышали цены за штрафстоянки и услуги эвакуаторщиков. Прокуратура выявила нарушения в Драгобужском, Ярцевском, Сафоновском районах и в самом Смоленске. Предельные размеры платы указаны в постановлении администрации Смоленской области номер 699 от 19 сентября 2013 года. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн сушеного винограда. Груз следовал через Литву и Беларусь и имел сертификат, выданный в Индии. Причиной запрета послужило то, что с 6 апреля ввоз под карантинной продукции высокого фитосанитарного риска может осуществляться только через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Таможенного союза. В Десногорском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости митрополит Исидор вручил генеральному директору концерна «Росэнергоатом» Андрею Петрову высокую награду Православной Церкви. 10 июня по завершении конференции трудового коллектива концерна «Росэнергоатом» директора и профсоюзные лидеры атомных станций России посетили храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Здесь митрополит Смоленский Ирославский Исидор от имени патриарха «Всея Руси» Кирилла вручил генеральному директору концерна «Росэнергоатом» Андрею Петрову медаль Русской Православной Церкви «Тысячелетие представления святого равноапостольного князя Владимира». Этой высокой награды Андрей Ювенальевич удостоен заподвижническую и благотворительную деятельность и вклад в возведение крестовоздвиженской церкви в селе Якимовиче Рославского района. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и Смоленской станции всего за два года был построен этот красивый и величественный деревянный храм, который уже в ноябре прошлого года распахнул свои двери для прихожан. Генеральный директор «Росэнергоатома» поблагодарил за награду и благословение на дальнейшую безопасную и эффективную работу атомных станций, призванных обеспечивать энергетическую безопасность страны, а также за внимание, которое Русская Православная Церковь оказывает развитию города-атомщиков и Смоленской АЭС. Приднестровский Григориополь хочет стать побратимом Смоленска. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной администрации. Григориопольского района и города Григориополь. Сейчас составляется письмо в адрес руководства Смоленска с предложением документально оформить статус городов-побратимов. Летом через Смоленск и Брянск будет курсировать дополнительный пассажирский поезд на юг. Поезд будет работать на маршруте с 18 июня по 28 августа текущего года. На очередном заседании городской комиссии по ЧС и ЛПБ рассматривались вопросы противопожарного состояния на территории Десногорска. Подробности в нашем сюжете. Особое внимание члены комиссии уделили обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, которые начали свою работу 1 июня. Председатель комитета по образованию Римма Овечкина отметила, что проведена большая работа по обеспечению безопасности воспитанников во время их пребывания в лагерях. Сейчас во всех школах есть памятки развешаны, уголки информационные обозначены и, естественно, что заменены были определенные средства пожаротушения. Начальник ОНД Десногорска Виктор Комаров подтвердил, что все оздоровительные лагеря соответствуют требованиям пожарной безопасности. На заседании комиссии было решено и дальше вести профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности детских лагерей в течение всего времени их работы. Начальник 15-й пожарно-спасательной части Дмитрий Новиков доложил о том, что была проведена проверка наружных источников противопожарного водоснабжения и прошла штатно. Все гидранты готовы к работе, подъезды к ним свободны. Отметим, во время проверки особое внимание было уделено гидрантам социально значимых объектов. Работа комиссии продолжается, ведь лето – самый пожароопасный период, и все объекты города требуют пристального внимания. Депутаты Смоленского горсовета поддержали идею размещения видов Смоленска на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. С таким предложением к ним обратился руководитель регионального общественного движения «Духовное наследие» Юрий Ходуненков. 2 и 3 июля в Смоленске пройдет международная выставка кошек под названием «Летние каникулы». Оценивать пушистых конкурсантов будут эксперты из России и Белоруссии. Кроме того, желающие смогут приобрести породистых котят с родословной. В медсанчасти 135 прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Самая гуманная профессия объединила особенных людей – тех, чей самоотверженный труд позволяет спасти две бесценные для человека вещи – здоровье и жизнь. Праздником медиков города поздравил глава муниципального образования и вручил почетные грамоты областного департамента по здравоохранению, почетные грамоты и благодарственные письма главы. Здоровья, удачи, достатка, благополучия, ну и, конечно, того самого заслуженного уважения. Уважаемые люди города – это вы, наши дорогие. Поздравлением присоединился заместитель председателя Горсовета Сергей Гайдайчук, который вручил медикам благодарственные письма Десногорского городского совета. Огромное вам спасибо за все, что вы в свое время приняли это решение служить всю жизнь. Что бы в нашей стране не происходило, вы все равно честно готовите, поэтому за это огромное, огромное спасибо. От многотысячного коллектива Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий поблагодарил медиков за труд и поздравил их с профессиональным праздником. Ведомственные знаки отличия, почетные грамоты ФМБА, благодарности и почетные грамоты начальника медсанчасти 135 вручил коллегам Федор Борозинец. Елена Ткачева также поздравила медиков, исполнив любимые песни. Несомненно, профессия медицинского работника вызывает искреннюю признательность и уважение. Спасибо всему коллективу медсанчасти за профессионализм и трудолюбие, неравнодушие к людям и ответственность. С праздником! Утром 16 июня возле последнего подъезда 19-го дома 2-го микрорайона была обнаружена машина ВАЗ-21099 с выбитыми стеклами. Очевидцы вызвали полицию, которая установит причину столь варварского отношения к транспортному средству и виновных в происшествии. В этот же день на светофоре возле Уюта произошло ДТП. Здесь столкнулись две машины – Киа и Волга. Пострадавших нет. В третьем микрорайоне Десногорска был задержан гражданин 1984 года рождения с поддельным водительским удостоверением. Типографический шрифт и голограмма отличались от образца. Выяснилось, что поддельный документ мужчина приобрел через интернет. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит арест на срок до шести месяцев. В Вязьме задержан молодой человек, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств. Подробнее в следующем сюжете. Поздно ночью в Вязьме инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль под управлением гражданина 1992 года рождения. По внешним признакам пассажиры задержанного автомобиля находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские решили досмотреть автомобиль. В это время один из пассажиров выбежал из машины. Инспектор ГИБДД, незамедлительно отреагировав, начал преследование беглеца и спустя считанные минуты тот был задержан. Оказалось, что беглец успел скинуть сумку, которая позже была обнаружена полицейскими. В сумке находилось наркотическое средство «Гашиш» в крупном размере. Увидел, что начали обыскивать ребят. Я вышел и убежал, потому что в барсетке был «Гашиш». Подозреваемым оказался житель города Вязьма 1989 года рождения. Молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством за указанное деяние – лишение свободы на срок до трёх лет. В Мурманске стартовал международный автопробег «Дорогами памяти», который пройдёт и через Смоленскую область. За 10 дней автоколонна преодолеет около трёх с половиной тысяч километров и финиширует в Бресте в день 75-летия начала Великой Отечественной войны. Видео «Экскаватор плывёт бутерфляем по Днепру» набрало уже около 30 тысяч просмотров. Автор Сергей Героев рассказал, что видео было снято в сентябре прошлого года. Оказывается, что вот таким экзотическим способом чистят берег реки. 21 июня пройдёт исторический квест «Наш край не обошла война». Всех болельщиков ждут в 10 часов в молодёжном центре. А вечером в 19 часов на летней городской эстраде состоится ретро-вечер. Завтра была война. 22 июня в 4 часа на Кургане Славы пройдёт акция «Зажги свою свечу». Приглашаем всех желающих принять участие. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова